Основа «Динамо Брест» наконец выходит из отпуска. Сезон 2020 начинается с официального представления обновленного тренерского штаба. Клуб усилился профессионалами высокого уровня. Сергей Лапицкий – новый реабилитолог команды. Долгое время работал в национальной сборной Беларуси по борьбе и обладает большим опытом в области спортивной медицины. Впечатление самое неоднозначное. Эмоции тоже. Новый вызов. Большие перспективы. Клуб находится в топах футбольного чемпионата Беларуси. Поэтому для меня изменения достаточно существенные, потому что я переехал из одного города в другой город. Вот. Для того, чтобы проверить себя, свои возможности и помочь в клубе. Врачом основной команды стал Кирилл Роговик. Богатейшее резюме этого специалиста не оставляет сомнений в его уровне. Медик работал в Бате, Шахтере и Минском «Динамо». А теперь начинает новую страницу своей биографии в Бресте. Ну, впечатление только положительное. Чего можно сказать? Клуб развивается. Клуб в топе сейчас, в белорусском чемпионате клуба предстоит в Лиге чемпионов. Это всегда привлекает меня как молодого, как, ну, молодого врача, скажем, но уже достаточно имеющего опыт. Мне очень хочется этому клубу что-то дать, чем-то помочь. Помочь ребятам развиваться и помочь медицинской службе развиваться. Есть в тренерской команде и легионер, испанец Франсиско Балагер. Он работал в Вильяреале и ряде других клубов из Испании, Таиланда и США. Занимался разработкой тренировочных программ для игроков и тренерского штаба. Франсиско – магистр университета Ла-Манча по специальности физическая подготовка. На своей должности Балагер заменит Андрея Колесникова, которого клуб благодарит за работу и желает успехов в будущем. Я приехал с хорошими эмоциями. Надеюсь, дать лучшее, что смогу для этой команды и добиться успеха. Надеюсь, что в этом году мы снова станем чемпионами и хорошо пошибли в Европу. Ассистентов главного тренера будет двое. За преемственность отвечает Андрей Прокопюк, а вот для Дмитрия Мазалевского это повышение. В прошлом сезоне начинающий наставник работал с дублирующей командой. Теперь будет налаживать взаимодействие с основой. Очень жду начала тренировок. Для меня это родной клуб. Будет очень интересно. Впереди лига чемпионов, отстаивание титула чемпионов страны. Очень хороший подбор футболистов, очень хорошие условия для тренировок, поэтому я в ожидании. Ну, конечно, психологически надо по-другому с ними работать. В любом случае, опытные, поигравшие. Учить многому не надо, хотя всегда можно что-то привнести в тренировочный процесс. Но у нас опытный главный тренер. Я думаю, он поможет мне, поможет всему тренерскому штабу, поэтому все впереди. Я ожидаю только лучшего. Всего через несколько часов после съемки начинается первая тренировка команды в новом сезоне. Тренерский штаб и футболисты ждут этого момента с нетерпением. Сегодня собираемся после Нового года первый раз. Вот произошли кое-какие изменения в тренерском штабе. Значит, помогать мне будут два тренера. Это Андрей Прокопюк и Дмитрий Мазалевский. Плюс тренер по офис-подготовке Франк. Новый штаб, новые мысли. Задачи, я думаю, будут поставлены сегодня перед командой на собрание. Вот, мы их озвучим. Команда очень нуждается в поддержке болельщиков. В этом году было очень приятно смотреть, особенно на домашних играх, как заполняется стадион. Поэтому приглашаем всех любителей и болельщиков нашей команды на стадион в новом сезоне. Я думаю, что мы будем вас радовать и показывать хороший результат.